Да, давайте посмотрим видос Фармилкина и узнаем, что там будет. Ютуб в России все, замедлился. Скорость загрузки Ютуб на стационарных компьютерах снизится до 70%, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике. Мужичок важный, наверное, даже не знает, как включается этот самый компьютер. Самое интересное, что замедление Ютуба началось уже достаточно давно, уже многие ютуберы заметили, что скорость загрузки видео изменилась, скорость загрузки страниц Ютуб изменилась, Ютуб в целом стал странно работать, очень медленно, коряво, криво. Сразу же пошли слухи о том, что Ютуб замедляют высшие силы, на что высшие силы отвечали, что мы ничего не трогаем, это просто устаревшее оборудование гугла, не обновляется, не обслуживается, поэтому все лагает. А потом вышли и сказали, что да, это мы замедляем Ютуб, но не с целью насолить русским пользователям Ютуба, а нас... Бля, вот эта вот формулировка типа, это не чтобы, не против российских пользователей, по факту от этого будут страдать только российские пользователи, сука. То есть, типа, каким образом это навредит Ютубу или Гуглу, да им похуй. Типа, им абсолютно насрать. Я не знаю, может, люди думают, что у них там какая-то священная цель продвигать Майкла Наки, Максима Каца русским зрителям, даже рекламу отрубили, чтобы было удобнее смотреть западную пропаганду. Но, блядь, опять же, большинство, оно смотрело, блядь, видосики про игры, там, не знаю, и Мистера Биста. Солить этому русофобскому Ютубу, который ведет антироссийскую политику. А вы же, кстати, можете пользоваться ВК-видео и Рутубом. Это очень классные, развивающиеся платформы, аналоги Ютуба. Заходим в ВК-видео. Мгм, понятно. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Баттлнет и Плейстейшн. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.нет. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Выходим из ВК-видео. Главный вопрос, заблокирует ли Ютуб. Скорее всего, нет. Ютуб будет также открываться, можно даже... Бля, я понял. Я понял, зачем блокируют Ютуб, понимаете? Я вот только-только начал неплохо жить. У меня уже почти 400 тысяч. Они такие, что-то он охуел. Будет запустить какое-нибудь видео, но на этом его функционал в России, скорее всего, и ограничится. Не зря верховные силы призывают пользоваться отечественными видеохостингами. У меня есть решение, дорогие друзья. У меня есть решение. Короче, если вы не хотите, чтобы вас забанили на Ютубе, не говорите про политику. Это охуенное решение. Вообще, просто там, делайте хэппи виллс, там всю хуйню, короче. Просто никакой полей. Будет так охуенно, господи, будет просто замечательно. Переманирует русский трафик. Также я видел новости о том, что у нас там готовят какой-то супер-классный аналог Ютуба, который вообще от него не отличается, но он русский. Может, это правда, и может, нас ждет реально какой-то классный... Сука, пойду плакать из-за того, что ты обсмеял меня за гудгейм. Расскажу ББ, и он еще больше будет тебя троллить. Спасибо. Аналог Ютуба и Ютуб нам вообще больше не понадобится. Остается только ждать. Но в данный момент никаких аналогов Ютубу нету. Рутуб, ВК-видео, это все полнейшая дресня, которая мало того, что ляжет от большого наплыва пользователей, так и еще это просто обитель проплаченных блогеров. И если вы... Бля, ну по сути, если Ютуба не станет, то люди перейдут ВКонтакте, ВКонтакте просто будет новым телевизором. То есть у вас всегда во главе будет ТНТ, блядь, стендапы стентешные, политические там высказывания и прочее. То есть, ну, это на самом деле не будет замены Ютуба. Это будет деградация обратно в телевидении, ебаный. И где-то там, если поискать, найдете какой-нибудь видос от других блогеров. Хватит говорить чел. Понимаешь чел. Это уже какое-то слово паразит. Чел, блядь, чел. Че ты, че ты чел, блядь, напрягаешься за это? То есть, если там где-то поискать... Не, вот серьезно, мне хочется посмотреть на человека, который вот такой вот, типа, я, вот, ну, Ютубер. Я сознательно, мне не заплатили, у меня нет никаких договоренностей с ВКонтакте. Я просто обычный Ютубер. Я перехожу на ВКонтакте. Вот, вот мои просмотры там за месяц. И, блядь, типа, проблема в том, что, да, действительно, у вас в шапке будет там политическое, там, телевидение тоже самое, проплаченные блогеры. Имеется в виду, которым ВКонтакте заплатил за переход. Типа, помните, был этот чел, который пародии делал? Бля, я уже забыл, как его звали. Сатир, по-моему, бля, ебать, я его давно не видел на самом деле. Вот, а где-то вот по поиску никнейма вы найдете, возможно, Ютубера, который там, которого когда-то смотрели и про которого забыли, потому что Ютуб либо недоступен, либо он туда не заливает больше. Вы маленький Ютубер, начинающий там, то шанса пробиться нет, и в целом все. Смерть вашей творческой карьеры. Потому что на Ютубе есть суперклассные алгоритмы, которые строились десятилетиями, чтобы даже самый хуёвый ролик мог попасть в рекомендации. Спасибо, спасибо. То на наших платформах такого, очевидно, нет и не будет. Также Ютуб, как всем известно, встретил... Ну ладно, ты, дед, позвонишь Рейкеру Хайкере и будешь стремить кашек. А вот Бебе придется идти на завод или торговать лицами на гости. Ну слушай, дружище, не всем нам быть Рейкером Хайкере, понимаешь? Санкциями отрубив русским пользователям рекламу. Конечно, одни люди обрадовались. Ура, у нас не будет рекламы, но авторы, конечно, не очень обрадовались, потому что когда у вас 90% русских зрителей с них... Знаете, в чем прикол? Вот когда я был в России, когда мне было 50 тысяч подписчиков, вот, ну, вспомним времена, блядь, мало кто на самом деле об этом вспоминает. Когда у меня было 50 тысяч подписчиков, я делал, ну, небольшие интеграции, они стоили, блядь, пиздец, как мало. Венедиктов. Вот, то есть, спасибо. Делал интеграции, которые стоили, ну, не очень много, но я делал видосы регулярно, прочие, которые набирали, там, может, 30-40 тысяч просмотров. В тот момент я зарабатывал столько же, сколько и сейчас, если приплюсовать деньги с партнерки Ютуба. И вот после того, как это обрубили, я все это время стремился к тому же самому заработку, чтобы, ну, зарабатывать столько же, сколько когда была партнерка. И вот я дошел до этого уровня, и государство такое... Пошел нахуй, хуй сос, блядь, хуй тебе, блядь, они нормальные заработки, блядь, сука. Вы не получаете ни копейки, потому что у них нет рекламы, и на монетизации заработать не получается, то единственный способ заработка был, это рекламная интеграция, которая в данный момент тоже может пойти по пизде. И поскольку верховные силы захотят, скорее всего, развивать новую платформу, которую они готовят, или вот сейчас имеющиеся платформы, они могут стрельнуть ответными санкциями и запретить русским компаниям размещать рекламу на зарубежных платформах, а это у нас как раз-таки Ютуб. И поэтому тем, кто решит остаться на Ютубе даже после замедления, будет надеяться на всякие VPN и так далее... Блогеры с 50к подписоты в свое время нормально поднимали. Я боюсь себе представить, сколько Вилсаком в лучшие годы поднимал, не зря у него там, блядь, 300 квартир в Москве, нахуй. Заработок-то обрубится, и поэтому останется надеяться только на всякие бусти и так далее, а это на самом деле не самый прибыльный вариант у маленьких каналов, тем более. Стоп, 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 стоп. Мне показалось, или вы только что сказали, что хотите поиграть в игру про Россию, но не знаете, где такую... Опа, опа. Ну, я рад, что я рад, что для зарабатывать деньги. Они банят не политблагеров. Очень большая конкуренция. А политблагеров с определенной позицией. А это уже проблема. Либо всех политблагеров ограничивать, либо никого. Не знаю, чувак, тут проблема в том, что Ютуб настолько стал частью жизни людей, да, то есть слушать что-то на Ютубе и прочее, заменить его практически невозможно. И причина, которая выдвигается, то, что, о, ну, там банят людей, которые вот за политику, вот, другой страны, и там вот это всё. Типа, ну, а мне-то какая разница, нахуй? То есть, ну, надо понять и затерпеть, блядь. Ну, другого варианта здесь нет, дружище. Не, вот типа можно как бы... Как? Ну, говорят, что да, Ютуб монополизирован. Тут как бы вот в чём прикол, да? То есть можно сказать Ютуб монополия. Ютуб монополизирует, там, видеопространство. Не просто так, нахуй, он его монополизировал. Когда говорят, что что-то монополия, окей, но это самый лучший вариант, который есть. Другие, нахуй, даже не сравнятся. То есть ты будешь на зло этой злобной монополии смотреть то, что хуже и уёбищнее. Типа, ну, вот я борюсь с устеблишментом этой ужасной монополии. Как по мне, это очень странное решение, очень уважаемое с какой-то стороны, потому что я бы себе, нахуй, в ногу так не стрелял, но люди, которые способны, очевидно, обладают силой воли. Но, как бы, их право, наверное, я бы такого не хотел. Рабочим так и создать собственный бизнес и рубить нормальное такое лаве. В игре куча разных режимов, начиная от различных видов гонок, заканчивая ПВП-перестрелами. Какой процент зрителей за рубежа? Где-то 40%. ...между фракциями. Даже собственному королеву... Я чувствую, скоро будет 70%. ...битву завезли. В перестрелках же вам поможет большой арсенал оружия с уникальной системой прокачки, благодаря которой любую волыну можно настроить под себя. В игре есть 6 фракций, и ты можешь стать частью любой из них. А если же госструктуры тебя не устраивают, то никто не мешает тебе создать или вступить в клан кем-то 40 каров. В присутствии игра оптимизма получили. Начали только набирают аудиторию, потому что у больших ютуберов у них уже есть аудитория, они смогут спокойно ее куда-нибудь перегнать. Даже, может, потеряв половину аудитории, у них все равно будет шанс на выживание. В то время как у маленьких каналов его просто... Ну, я думаю, да, в какой-то момент придется... ...так дайте пацанам посчитать потери. Надо будет подсчитывать потери, зализывать раны и привыкать к тому, что там половина аудитории отклеилась, например. Нет, аудиторию перегонять некуда, потому что самой аудитории нет. Чисто про себя могу сказать, что мне по большей части все равно, потому что я вроде бы канал и маленький, и вроде не маленький, что-то между. Аудиторию у меня есть и в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на Телеграм, потому что, возможно, в скором времени вы не сможете смотреть мое видео, а в Телеграме сможете. Так что, если не хотите меня потерять, я все-таки крутой. Просто Твич будем смотреть твой, не трогайте мой Твич, там, блядь, опасно. Подписывайтесь в Телеграм-канал, да, вот в описании ссылка, и вот на экране значок Телеграма летит. Классно? Классно. В общем, на Ютуб мне сейчас все. Не знаю, гайз, но... Ну, реально, этот контракт с Киком становится все более привлекательным с каждой микросекундой. Как-то все больше... Все больше Кик становится интересный. Как это, так сказать, вернуться в стезю, которая мне не то чтобы незнакома. Ибо раньше я занимался Ютубом как хобби, просто в кайф. Потом у меня стрельнул один ролик, начали стрелять другие, я клепал видео каждый день, просто бессонные ночи я делал... Я покажу Хесусу, как это делается. Потом случились некоторые неприятные вещи в моей жизни. Жизнь пошла... Но опять же, стоит понимать, вот, ну, те, у кого есть какая-то надежда, что там, о, люди не затерпят, они будут возмущаться. Не-не-не, чё, все, это любая хуйня. Люди only, only затерпят. Просто ко всему привыкаешь, ко всему можно адаптироваться. Соответственно, даже если, блядь, завтра Ютуб и Твич просто нахуй просто отрежут, люди адаптируются, люди адаптируются. Это не что-то, не что-то, что для людей является жизненно важным, я считаю. По пизде, стало уже не так классно делать видео, заметно было по моему унылейшему голосу, который и сейчас иногда появляется в видосах. Я просто не то что не хотел делать видео, я хотел сдувать. Тем более скоро я уйду в армию на целый год, и поэтому Ютубом я активно не занимаюсь. Видео раз в неделю, в две, в месяц, чисто, чтобы приносило бабки это всё дело, чтобы покушать и так далее. Согласитесь, на кой чёрт мне сейчас потеть, набирать аудиторию, делать супер-классные ролики. Думаешь, кик не тронут, даже с учётом Казиноча? Не-не, впоследствии всё тронут, мне кажется. Блога подписчиков, просмотров, если я уйду через месяца 4 в армию и всё это проебу за год. Но в ближайшее время, скорее всего, с Ютубом ничего не произойдёт. Да, замедлят, да, будет работать херово, но ролики всё равно будут выходить на нём. Все будут работать на Ютубе, так же, как и я, пока не уйду в армию. Пока нам не предоставят рабочий аналог Ютуба, который его полностью заменит для русского... Я думаю, рабочего аналога не будет никогда. То есть, я думаю, что в отсутствии конкуренции Ютуба ВКонтакте, наоборот, расслабится и будут говорить, типа, ну, жри, что дают или что-нибудь подобное, потому что... Я сомневаюсь, что ВКонтакте как-то внезапно решили что-то сделать. У меня, как высококвалифицированного инженера, есть связи на заводе. Я тебя в беде не брошу. Спасибо. Спасибо, дружище. Всегда могу на тебя надеяться. Говорящего населения. Ну, то есть, вот смута... Ну, вот как смута была аналогом западных игр. Объясни, а в чём проблема заливать видосы на несколько хостингов? Люди же уйдут не в пустоту. Уйдут куда будет удобнее. Ну, так Ютуб даже... Окей, скажу так. Ютуб даже, блядь, в 144p, блядь, будет всегда удобнее, чем ВКонтакте. Банально в плане выбора контента. И как только нам его предоставят, я вам говорю, все перейдут на него, потому что, скорее всего... Уже долгое время Телеграм является конкурентом ВКонтакте. Но что-то я не видел, чтобы ВКонтакте стал как-то лучше. До сих пор открываешь, блядь, он грузится 300 лет, особенно там, что касается сообщений. Вот. А в чем проблема заливать на площадке типа ВКонтакте и Рутюба? Не знаю, я предпочитаю хранить все в одном месте. Я не хочу как-то все разделять. Всего, как я сказал, высшие силы стрельнут санкциями, и на Ютубе размещать рекламу будет нельзя всяким компаниям, и поэтому все перейдут на этот русский аналог Ютуба, если он появится, конечно. И люди пойдут туда, где больше денег. Потому что люди на Ютубе из-за денег. Открою вам секрет. Ютуб загнивает. Я вам это давно говорил, а вы мне не верили. Хе-хе-ха, ой, Ютуб загнивает. Вот все за... Как-то быстро события разворачиваются в последнее время. Только Ютубер появился, а уже, блядь, конец Ютуба, нахуй. Согнил, блядь. А вы смеялись. Кто теперь смеется? Дураки, блин. На этом у меня все. На канал подписываться не прошу, наверное, бесполезно. Хотя, если хотите, подпишитесь, мало ли обойдется. А вот на Телеграм-канал подписывайтесь 100%, там круто. Если все наебнется, найти меня можно будет там. Пока. Ютуб... Так, окей. Давайте поддержим Фармилкина в эти последние, последние дни Ютуба. Давайте поддержим малого.